Откровение, глава шестнадцатая Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, — Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, — Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая.